Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Привет, друзья! В Нижнекамске на 36-м году жизни умер местный музыкант и певец Максим Бычков. О его смерти стало известно 23 июля из социальных сетей. У Бычкова три года назад диагностировали лимфому, требовались деньги на операцию, которые тогда собирали всем миром. В городе был проведен благотворительный концерт в помощь Нижнекамцу. Собранные на мероприятие и деньги пошли на лечение, Максим кроме музыки увлекался мотогонками. Музыканта в городе знает чуть ли не каждый. Он выступал на концертах, был приглашенной звездой на свадьбы. В его аккаунте в Инстаграме последний выложенный пост датирован 9 мая. На снимке изображен счастливый Максим вместе с супругой. В своем посте были лишь одна фраза «С Днем Победы». В комментариях его также поздравили с праздником подписчики, а уже сегодня под постом друзья. Знакомые просто те, кто знал его, выражают соболезнования. Соболезную родным и близким, мы всегда будем помнить тебя, Максим. Я тебя так мало знала, но ты мне запомнился очень светлым, позитивным человеком с очень красивым голосом. Максимка, друг, очень жаль, сколько лет дружбы и тебя больше нет, прости. Не хочется верить, земля пухом тебе, Максим. Соболезнования всем родным, очень талантливый и добрый человек был Максим. Мне очень жаль, покойся с миром, обожаю его. Ты не вернешься к нам, но мы к тебе придем, светлая память. Очень, очень жаль, что ушел. Из жизни этот прекрасный певец – такая печальная новость. Он был еще таким молодым, низкий поклон родителям такого замечательного человека. В шоке от случившегося, Господи, упокой его душу. Все друзья и близкие верили, что Максиму все-таки удастся победить болезнь. Но жизнь несправедливо забрала молодого человека. Друг вспомнил, что еще на прошлой неделе общался с Максимом, он очень был рад звонку и надеялся, что им удастся встретиться. Несмотря на диагноз, он продолжал жить и строить планы на будущее. Прощание с Максимом Бычковым пройдет в субботу, 25 июля по адресу. Улица Менделеева, 2, квартира 69 в 9 часов. Также напомним, что вчера стало известно о смерти актера Андрея Сиротина. Он скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина. По словам собеседника, Сиротин скончался после продолжительной болезни. Дата и место прощания с артистом будут известны позже.